Соединяется Андрей Ваджера, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Андрей, я вас приветствую. Спасибо большое, что пришли. И вот как это схоже? То есть мы имеем два мира, там, святские и церковные. Вот сделали такую искусственную, такого искусства Фракенштейна, как ПЦУ. И первое, чем они решили заняться, это давайте мы почистим там святцы от русских святых. Вот теперь Зеленский. Дошел до того, что запрещает День Победы. Подает в Верховную Раду законопроект, чтобы установить 8 мая днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. И подписывает указ. Каждый год 9 мая будет отмечать День Европы. Честовать единство, которое уничтожило нацизм и одержит победу над расизмом. Кстати говоря, расизм тоже там уже официальный чиновничий термин. Что вообще такое День Европы? Какой Европы? Причем тут вообще Зеленский? День Европы — это день скорби. Это, скажем так, неприятная для европейцев дата. Потому что тогда они проиграли, да? Да. Потому что тогда они проиграли. Потому что тогда они проиграли, совершенно верно. Вы понимаете, в чем проблема? Нас долгие годы, долгие десятилетия приучали немножко странно смотреть на события тех лет. На ту войну. Нас приучали к мысли о том, что Гитлер, что национал-социализм, что итальянский фашизм, что расовая теория европейская. На самом деле к Европе и к Западу никакого отношения не имеют. Что они — это что-то такое, знаете, это что-то отдельное оно было. Вот есть прекрасная Европа, есть прекрасная Америка, а вот эти все вещи — это вроде как что-то такое, вот оно откуда-то появилось и куда-то пропало. Ну и, естественно, заодно с собой могилу утащило десятки миллионов жизней человеческих. Это нам вот так вот представляли. И вот, значит, там европейские народы вместе с народами Советского Союза самоотверженно бились с фашизмом, с нацизмом. Ребята, Европа сама с собой не билась. Когда Гитлер напал на Советский Союз, напал на Советский Союз не только Гитлер, а вся Европа. Вот в чем проблема. Поэтому, собственно говоря, им отмечать нечего. Их вот на момент 41-го года все устраивало. Британцев были устраивали. У британцев всегда были, у них была всегда претензия на господство в Европе. А всех остальных, в принципе, все устраивало. От той ситуации кто пострадал? Ну, евреи пострадали. Ну, славяне в Восточной Европе, им объяснили, что они люди третьего сорта. Ну, в принципе, они по жизни в Европе всегда были людьми третьего сорта. Ну, давайте откровенно будем говорить. Славян, да даже если переводить с европейских языков само слово, то оно несет в себе очень такую своеобразную нагрузку смысловую. А так, в принципе, всех все устраивало. Вот всех, которые остались после того, как нацисты вычистили Европу, от нежелательного для них элемента, да, вот с точки зрения их метафизики, национал-социалистической, всех остальных все устраивало, все было хорошо. И в 41-м году, в общем-то, границу Советского Союза пересекла объединенная европейская армия. А вот каждая вот эта вот страна, она давала по 200-300 тысяч бойцов. И вот они все дружно навалились на Советский Союз, на Россию. Почему? А потому что, с их точки зрения, пришла пора строить новую, как бы вот такую, знаете, империю европейскую, расовую империю, вертикаль расовую. Сверху вот, там, нардиды, нардическая раса, вот, в лице там немцев и всех остальных. Ну и так вот по иерархии, 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 а внизу самого это славяне разные, там, цыгане, русские, вот, в принципе, все народы Советского Союза. Это вот что такое? Да, мы же прекрасно знаем, да, что такое понятие интерменшин. Вот, и они все радостно пошли с копом на нас, на валюту в 41-м году, зашли до Москвы, докатилась вот эта вся армада европейская. Я еще раз подчеркиваю, мы привыкли говорить про немцев. Нет, ребят, не немцы, европейцы. Они пришли. То, что они, допустим, делали здесь, в Ленинградской области, если я начну рассказывать, да, это будет очень неприятный рассказ. И делали это не только немцы. Это делали представители Великой Европы, Великой Культуры и всего остального. Именно они здесь делали. То есть, когда узнаешь, что они тут делали, допустим, да, первый вопрос возникает, а зачем? Ребята, зачем мы все это уничтожали? Зачем это грабили? Зачем в убе? Смысл? Просто тогда никто, вот тогда, в 45-м, 45-го и вот по нынешний момент, никто особо на этот счет не говорил ничего. Что касается Украины в данной... То есть, мы понимаем, да, чего они скорбят. Почему они не присоединились к 9 мая? 9 мая — это победа Советского Союза, народов Советского Союза, народов России над европейским национал-социализмом, над европейским расизмом, над европейским фашизмом. Да? Что касается Украины. Почему Украина сейчас скорбит? Слушайте, ну это опять-таки, ну это все очевидно, это все просто. Дело в том, что страна-то захвачена, оккупирована. 41-го не получилось, там получилось, но ненадолго. А сейчас у них там, у европейцев, получилось оккупировать Украину. То есть, то население, которое сейчас там находится, оно находится в состоянии оккупации. Это оккупированные территории. То есть, режим Зеленска, вообще украинский режим в целом, вот даже давайте не будем персонифицировать. Это оккупационный режим, это, скажем так, это администрация местная, которую назначили европейцы и американцы. Это местная такая оккупационная администрация, на вершине которой вот этот вот наркоман конченый. Опять-таки, если хозяева скорбят по поводу вот этой вот даты, то как же холопы-то, что холопам-то делать? Куда же они денутся с подводной лодки? Им тоже надо скорбить. Им же сказали, вы же понимаете, как, вот с 41-го по 45-й население вот этой вот территории УССР, оно понесло как катастрофические потери, человеческие, материальные. Заплашена была страшная цена. Сейчас им, чтобы победить, чтобы вот мы добились вот этой нашей общей победы над Европой, вот эта территория под названием УССР заплатила страшную цену. А сейчас им говорят, ребята, это не ваша победа. То есть людям, вот как бы отцы, деды, да, прадеды которых ломали хребет европейскому захватчику и были победителями. Их прадеды, деды и прадеды поднимали флаги наши над побежденным врагом, над столицей побежденного врага. Наш сапог, наш солдат топтал их землю, вернувшись, да, вот туда, в гнездо, вот этой агрессии, экспансии. Но вот эти вот люди странные, которые сейчас на Украине, они считают, что эта победа не их победа. Их убедили в том, что раз хозяева ваши европейские оказались тогда побежденными, значит и вы, их холопы, тоже являетесь побежденными, и скорбите, плачьте, рыдайте по поводу того, что когда-то ваши деды и прадеды ломали хребет нацизму европейскому. Плачьте по этому поводу. И они плачут реально. Многие там вот, встряхнувшись окончательно, в той ситуации, они действительно считают, что 9 мая это не их победа. Деленский, он в национальности еврей. Спросите этого странного мальчика с Кривого Рога, где бы ты, сынок, был, если бы тогда Советский Союз, все народы Советского Союза не сломали бы захватчику европейскому хребет, был бы ты леванщик. Андрей, а даже вопрос вообще острее даже звучит. Вот ты приходишь на могилу своего деда. Вот ты сидишь и скорбишь у надгробной плиты. Покажите эту фотографию. Вот ты сидишь и скорбишь у надгробной плиты. И да, у нас тут... Сейчас. И что? То есть ты как вообще можешь деду в глаза-то смотреть? То есть когда ты подписываешь, то есть своей рукой, своей рукой ты берешь и подписываешь, что все, дед, тебя больше нет. Все, до свидания. Вот кто мог надругаться над могилой его деда, красноармейца, страшнее, чем его внук? Ни один нацик вот этот вот украинский такого не мог сделать. Так, Зеленский, вы понимаете, в чем проблема? Даже судя по этой фотке, если судить, да, на которой, на мониторе. У него в чем проблема? У него же такая, знаете, какая-то такая странная биполярность образовалась в голове. Они запретили всю символику. Советскую символику они всю запретили. Сейчас вот все русское запрещают. Бедные стараются за всех сил. Он пришел на могилу деда, а на дети какая символика? На фотографии деда его, родного. Так почему он не пришел с кувалдой? И почему он не снес нахрен вот этот памятник деду? У меня вопрос чисто к Вовчику Зеленскому. Вовчик, ну ты, вы там все запретили советское. Там нельзя флаги советские, там нельзя звезды, там ничего нельзя. Почему ты не снес памятник своему деду? Почему ты не помочился на его могилу? Он же был по ту сторону баррикад. Вы же сейчас с ним по разные стороны баррикад. Ты же сейчас не празднуешь победу, ты скорбишь. Ты скорбишь меня здесь с теми, против кого этот твой дед воевал. Вован, так ты будь, в принципе, последовательным. Возьми кувалду, у вас же любят, вы же любите кувалдами сносить памятники. Вы же этим занимаетесь фактически с 14-го года. Вовчик, возьми кувалду потяжелее. Если не сможешь, попроси, я понимаю, ты сейчас не в том состоянии. Попроси охрану свою. Пускай придут к кувалдам и снесут, разобьют нахрен всю вот эту символику на могиле твоего дела. А потом ты помочись, приведи батальон Азов факелами. И пускай они дружно помочатся на могилу твоего деда. Это будет правильно, Вовчик. Это будет абсолютно правильно. Это будет логично с точки зрения твоей логики. Вам. Приди в себя. Пропусти пару доз и поедь. Поедь к деду на могилу. Это будет замечательно. И снимите все это крупным планом. Знаешь, вот такой пиар. Вы же там выборы собрались проводить. Пиар будет вот такой. Там, в принципе, Азов, ВО «Свобода». И все, в принципе, у кого сейчас там рушники с Гитлером висят по хатам, они будут рыдать от восторга, когда они будут на все это смотреть. Вовам. Пиар будет вот 100%. Бесплатный совет дают. Понимаете, здесь же в чем проблема? Там же, в принципе, это не проблема политическая даже. Я это повторял, еще раз повторю. Политические вещи все, они вторичны сейчас на Украине. Там на первое место выходит чистая психиатрия. Вот Вовчику. Там же даже есть разделы специальные, посвященные. Вот как раз вот эти проблемы с психикой у людей, которые много пьют и колются, там нюхают. Там же отдельный раздел есть. Если там введение психиатрии почитать, там целый отдельный раздел посвящен людям, как вот Вова Зеленский. Это уже не вопрос политики, это вопрос психиатрии. Все это близко и рядом. И вот кажется, что сказали-то какие-то дикие вещи. Вот на Украине заявили о планах заменить герб Советского Союза на киевском памятнике «Родина-мать» на трезубец. Как заявил министр культуры Нэньки Александр Ткаченко, начальная стадия процесса смены герба СССР на украинский трезубец уже началась. Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким образом лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Убрать герб с монумента в рамках так называемой декоммунизации предлагали еще в 2020 году. «Киевская Родина-мать» была открыта в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал лично генсек Брежнев. Так что секунды остались. Их желание понять можно. Но здесь, понимаете, тут есть определенные проблемы. Они же давно по поводу этого памятника, у них там слюна давно капает. Очень-очень давно уже они хотят. Это еще... Такие фонтаны начали бить, такие фантазийные, еще при Порошенко. Там вот все они это вот собирались. Но тут же в чем проблема? Нынешняя Украина, это же, знаете, это такой уже обезлюденный, дымящийся хутор, который остался на руинах советской цивилизации. Вот вся Украина нынешняя, да, это же по сути, собственно говоря, останки УССР. Причем это останки УССР, по руинам которых сейчас бегают одичалые хуторяне. Теляне, хуторяне, вот это вот полудикие такие вот существа, которые разукрасили себя свастикой, развернули вот эти вот флаги с крестами, и они там радостно бегают. Но проблема-то в чем, да, они равняются на нацистскую Германию с 40-х годов прошлого века, но уровень развития Германии и Украины, это же как бы, ну, оно же несравнимо. И получается, что вот все тоже наследие, да, цивилизационное, которое вот осталось на вот этой одичавшей территории, вот, оно же недосягаемо для них. Вот это вот, собственно говоря, технологическая конструкция в виде родины матери, она же и уровень технический настолько высок, что у них, в принципе, нету ни мозгов, ни возможности даже ее убрать, снести, разобрать. Я уже не говорю о том, чтобы что-то исправить. Они могут, в принципе, фантазировать по поводу того, что они туда трезут, что они снимут в Советского Союза, прицепят туда трезут, не снимут они его, не прицепят. Потому что конструкция в техническом и технологическом плане, она настолько высокая для них, да, по своему уровню, что у них не хватит просто возможностей ее даже с ней что-то сделать. Любая попытка вот туда вмешать, придет к... А может быть для них это будет и хорошо, при попытке демонтажа все рухнуло? Они, может быть, там проведут, понимая вот эти все технические моменты, просто начнут, чтобы это... Вы знаете, в чем дело? Здесь, собственно говоря, уже большого значения не имеет, какое они там решение примут и попытаются ли они что-то там сделать. Почему? Потому что я не уверен, что взятие Киева нами, оно будет без стрельбы. И я очень сомневаюсь, что после этой стрельбы там в Киеве какие-то вот эти вот знаковые постройки, они просто уцелеют. У меня большое сомнение. Поэтому сейчас они, в общем-то, могут делать все, что угодно. Они же там заняты сейчас, опять сносят памятники, переименовывают улицы, там как бы пытаются по максимуму от всего избавиться. То есть пытаются всех убедить, пытаются убедить русских людей, которых они принуждают быть украинцами, к тому, что живут они не на русской земле, а на нерусской. Уже как бы, ну как бы, ну да, ну понятно же дело, если как бы вот все вот это вот... Все эти исторические названия, которые существуют не одну сотню лет на этой территории, но они же сведутся о чем? А о принадлежности, кому эта территория принадлежит? Вот. Поэтому, в принципе, все их потуги что-то вот там изменить, что-то снести, разрушить, да ради бога. Пускай переименовывают, пускай разрушают. Не нравится им эта родина мать, да упадет она, ну и бог с ним. Просто на фоне всего того, что сейчас на Украине происходит, это логично. Я просто как бы, ну, на мой взгляд, сам исторический процесс, который вот он сейчас разворачивается, да, у нас на глазах, мы это наблюдаем, это именно исторический процесс. Политика, война, это одно, да, а сейчас просто история делается. Вот. И то, что там сейчас происходит, это, с одной стороны, идет самоуничтожение, вот этот хутор, он захватил цивилизацию, вот он не знает, что с ней делать, и он начинает ее рушить. Он рушит все технологическое, да, цивилизационное, а везде развешивает свои рушники, там, на покосилки вот эти древние достает, глэчики, вот на телеги заводит, значит. Потому что обратите внимание, с каждым вот годом все было ниже, ниже, ниже уровень развития, да, цивилизационный. Все ниже, ниже. А вот то, что сейчас началось, оно просто уже как бы заполировывает поверхность территории. Уже как бы последние точки ставятся. Поэтому это все естественно, пускай, пускай сносят даже. Ради бога. Ну, там, кстати говоря, эта фигура там, она такая специфичная, но, в общем-то, в зависимости от того, куда она будет падать, там же есть очень такие неплохие дачки, вот домики, выдающихся людей украинских. Вот. Поэтому, если она туда упадет, ну, ради бога. Я, я лично, я не буду против. Вот. Обычно такие дачки там выживают, знаете, даже, чтобы на них не падало. Как-то именует их такая беда. Андрей, завтра ведь будут смотреть парад? Там будут ловить тайком? Конечно, однозначно. У нас 30 секунд буквально. Да. Здесь в чем проблема. С одной стороны, там осталось значительное количество людей, которые ждут наших. Они ждут наших, они живут, по сути, они, будучи там, уже живут, собственно говоря, жизнью России. А те, которые не живут ею, они же, их же ненависть и их зависть распирает. Поэтому они тоже будут смотреть. Они понимают, что судьба решается не в Киеве, Украине. Судьба решается в Москве. Обязательно будут все включены, будут смотреть. Я вам это 100% гарантирую. Андрей Ваджра был с нами на связи. Телеграм-канал так и называется. Переходите, подписывайтесь. Переходите, подписывайтесь.